Загущение крови является опасным состоянием, которое может вызвать серьезные осложнения, например, инсульт, варикоз, тромбофлебит, инфаркт миокарда и другие. В сосудах образуются тромбы, на сердце оказывается дополнительная нагрузка. Если вам интересны способы лечения и профилактики такого состояния в домашних условиях без медикаментов, то рекомендуем досмотреть это видео до конца, потому что мы расскажем про основные симптомы загущения крови и борьбы с этим состоянием. Клинические признаки того, что у вас густая кровь, можно определить, сдав анализы, например, посмотреть скорость оседания эритроцитов, сои, коагулограмму и другие, или обратить внимание на свои ощущения и общее состояние здоровья. О наличии проблемы можно судить, если для вас характерно. Признаки гипертонии Желание спать, повышенная утомляемость Склонность к депрессии, стрессу, невнимательность Сухость во рту, частое ощущение жажды Головные боли Холодные пальцы или дистальные части конечностей Тяжесть в ногах Появление сосудистой сетки под кожей Важно! Очень часто наличие густой крови никоим образом себя не выдает до тех пор, пока не случится какое-либо заболевание и это не увидит врач по анализам. Поэтому рекомендуется проходить ежегодные профилактические медицинские осмотры Причины густой крови О том, как бороться с густой кровью, мы поговорим через пару минут, а пока назовем основные факторы, провоцирующие проблему. Если их не устранить, то исправить ситуацию будет очень проблематично. Вот причины болезни. Обезвоживание или употребление малого количества жидкости Переизбыток соли в организме Сахарный диабет, ферментопатия Неправильное питание Плохая экология окружающей среды и загрязненная пища Гиповитаминоз Недостаточная минерализация еды или патологии усвоения микроэлементов Закисление крови Сердечно-сосудистые заболевания Печеночная или почечная недостаточность и другие факторы При наличии тяжелых хронических проблем лечение должно значить доктор, причем важным будет соблюдение диеты. В других случаях очень многое зависит от самого человека. Кстати, напишите в комментариях о том, как часто вы пьете воду или насколько часто ощущаете жажду. Задумывались ли вы над тем, что это может быть вызвано высокой плотностью крови? Нам будет интересно прочитать об этом. Дальше мы поговорим о важнейшем аспекте профилактики густой крови. Питание является ключевым фактором, который влияет на многие органы, в том числе и на сердечно-сосудистую систему. Ниже мы назовем ту пищу, которая будет способствовать разжижению крови. Малина. Это вкусная и полезная ягода, богатая минералами, витаминами и органическими кислотами, которые укрепляют сердце и сосуды. Кроме того, в ее составе имеются вещества, сходные по действию с аспирином, то есть способны делать кровь более жидкой. Можно кушать свежие ягоды или варенье, польза все равно будет. 1. Растительные масла. Самые полезные – льняное, оливковое и тыквенное. В них есть витамины А и Е, а также полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Такой состав вытесняет плохой холестерин из крови, укрепляет сосуды и нормализует артериальное давление. 2. Репчатый лук богат органическими кислотами, фитонцидами, витамином С и антитромбовыми компонентами. Его можно употреблять в любом виде, потому что это поможет предупредить тромбообразование и будет способствовать рассасыванию уже имеющихся сгустков. Чеснок является основным компонентом в рецептах для чистки сосудов. В день его нужно съедать по 2-3 зубчика. Лечебных веществ в его составе невероятно много, поэтому он проявляет противовоспалительное и антиоксидантное действие и помогает растворять тромбы. 2. Морепродукты. Полезная жирная рыба и морская капуста. Первая – источник белка и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 6 и 9. Ламинария ценна благодаря высокому содержанию йода. Они помогают предотвратить образование атеросклеротических бляшек. Помидоры содержат ликопин и рутин, которые борются с жировыми отложениями в сосудах и укрепляют их. Хурма благодаря флавоноидам тонизирует сосуды, уменьшает густоту крови и предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Все виды капусты – это ценные источники витаминов и клетчатки. Это важно для нормализации состояния крови. Гранат вмещает много ионов железа и калия, а также антиоксидантов – очень полезен для кроветворения. Цитрусы укрепляют сосуды, выполняют антиоксидантную роль благодаря органическим кислотам, особенно важны аскорбиновое и лимонное, фитонцидам и эфирным маслам. Мед оказывает общее положительное терапевтическое действие на организм, помогает усваивать полезные компоненты при употреблении другой пищи. Пророщенная пшеница разжижает кровь и омолаживает организм. Зеленый чай – полезен благодаря низкому содержанию кофеина и антиоксидантов, поэтому это лучшая альтернатива другим тонизирующим напиткам. К тому же он является жидкостью, что полезно при густой крови. Приправы и специи, например, корица, куркума, имбирь, разжижают кровь и предупреждают образование тромбов. Вода – пожалуй, самый важный компонент, если есть проблема с бляшками, тромбами, при низком сое и плохой крови. Норма потребления воды человеком – 30 миллилитров на 1 килограмм массы тела. Но для решения обсуждаемой нами проблемы, пить ее нужно как можно больше. Пересмотрите свой рацион питания, добавьте в него вышеперечисленные продукты, ограничьте жирное, мучное, сладкое. Больше пейте, и тогда дела непременно начнут налаживаться. Возможно, у вас есть свои фирменные рецепты, как разбавить кровь, делитесь ими в комментариях, а полезные ролики сохраняйте на страницах в социальных сетях.